В Златоусте огласили приговор трём врачам больницы номер два, которых обвиняли в гибели двухлетней девочки. Главврачу назначили два года заключения условно с лишением права занимать руководящие должности на такой же срок. Её подчинённым, педиатру и реаниматологу по два года ограничения свободы, но в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, они освобождены от наказания. Экспертиза показала, что ребёнок скончался из-за неисправного аппарата искусственной вентиляции лёгких. Я пришёл узнать, почему никакой помощи-то не оказали, не спасли жизнь девочке. На что Богданов мне сказал, а ты что пришёл разбираться, иди с женой разбирайся. Она мёдом накормила девочку, она и умерла. Напомним, два года назад в июле ночью девочка вдруг пожаловалась, что ей тяжело дышать. Родители сразу же отвезли ребёнка в больницу. Через шесть часов сердце малышки перестало биться. По словам врачей, они долго не могли поставить диагноз. Только после серии экспертиз стала известна причина гибели ребёнка. Нарушение сознания до уровня комы, что стало возможным в результате несвоевременной интубации трахеи и перевода на искусственную вентиляцию лёгких, использование для искусственной вентиляции лёгких, непригодного к эксплуатации аппарата. И технического кислорода. Как следует из документов, в отделении реанимации использовали неисправное оборудование. И вот спустя два года дело дошло до суда. Суд признал главврача виновной по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Педиатр и реаниматолог по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Также врачи должны будут выплатить семье погибшей 10 миллионов рублей.